Добрый день, уважаемые коллеги, председатели. Когда мы готовились к этой конференции, мы специально хотели подобрать, какие сложности есть в диагностике рака молочной железы. И первое, что мы определили, понятно, что это плотный фон ткани молочной железы. Ну и так как мы уже, по-моему, плотный фон разобрали по всем разделам, мы остановились о том, что же может помочь магнит-резонансной томографии, как она может помочь в диагностике воспалительных изменений и рака молочной железы. Воспаление молочной железы мы называем маститом. Чаще всего, это 80-90%, он возникает на фоне лактации. Сложнее дифференцировать и проводить диагностику нелактационных маститов, потому что они могут быть связаны и с травмами, и как проявление фиброзно-кистозных болезней, при наличии доброкачественных образований, это могут быть различные варианты попелом, а может быть и злокачественные образования, которые вызывают вторичное воспаление. Это могут быть и как послочевые изменения, и народные тела, и при наличии имплантов. Соответственно, в зависимости от того, где проходит воспалительный процесс, он может быть поверхностный, интермамарный, ретрамамарный, а может быть локальный диффузно поражает всю ткань молочной железы. Обычно, когда к врачу приходит пациентка с воспалительными изменениями, то есть мы должны собирать анамнез. И здесь диагноз ставится клинически. То есть смотрится, есть ли выделение соска, какое есть покраснение, какая температура. То есть, соответственно, мы смотрим, какая стадия воспалительного процесса. Это острый или хронический процесс, есть ли инфильтрат, есть ли гнойный процесс, который, соответственно, имеет определенную клинику и требует срочного оперативного вмешательства. Считается, что лактационный мастит мы можем ставить через год после прекращения лактации. То есть, если женщина говорит, что она кормила и закончила год назад, мы можем еще поставить диагноз лактационный мастит. Если времени прошло больше, то тогда мы будем ставить диагноз уже, что это не лактационное воспалительное изменение ткани молочной железы. Понятно, что диагностика здесь сложна. То есть при клиническом осмотре доктор решает, насколько интенсивно, то есть ему надо лечить, требуется ли хирургическое вмешательство. И здесь первый метод диагностики является ультразыковым. Рентгеновская маммография при воспалительных изменениях малоинформативна, потому что плотная ткань молочной железы из-за отека становится еще более плотной, и болезнь из ткани молочной железы не позволяет сделать дозированную компрессию, из-за чего снимки будут низкого качества. Поэтому рентгеновская маммография здесь выполняется уже после, скажем так, ухода основной клиники, ухода отека, то есть тогда, когда уже требуется дополнительная диагностика, а других методов нет. Ну и, соответственно, если есть возможность сделать магнитно-резонансную томографию, то мы ее делаем, потому что здесь нет дозированной компрессии, и можно выполнять в любую фазу, соответственно, процесса. Но чаще всего все равно нам требуется дальнейшая гистологическая верификация. Если смотреть на клинику, то различные проявления, они будут практически одинаковы. Это и выделение соска. И чувство распирания, и боль, как при пальпации, и она будет не зависеть от фазы менструального цикла. Будет чувство тяжести, дискомфорта. Будут прощупываться различные мелкие или крупные очаговые образования. То есть симптомы как образования, так и воспаления, они будут практически одинаковые. И нам сложно будет разобраться, пальпируемый участок, который мы видим в ткани молочной железы, он будет, это воспалительный инфильтрат или под ним скрывается опухоль. То есть мы должны решать этот вопрос. Если посмотреть при магнитной резонансной томографии, то мы прекрасно видим отек. Отек ткани молочной железы, отек вдоль протоков, содержимое вдоль протоков. И, соответственно, воспаленная ткань, она будет накапливать контрастное вещество, как в данном случае здесь, в преолярных отделах. Мы видим зону отека, содержимое в протоках и накопление кальцевидное вдоль протоков. То есть это проявление галактоцелли, это лактационный мастит, такой локальный, в преолярных отделах. Видим, что здесь имеется небольшое такое втяжение соска. В таких случаях достаточно часто от нас просят, чтобы мы нашли различные виды папиллом, но могу сказать, что по отношению к папилломам магнитная резонансная томография, она по своим диагностическим возможностям даже ниже, чем при ультразвуковое исследовании. Поэтому здесь даже лучше назначать при наличии выделения соска, наличии воспаления, подозрения на папилломы. Лучше выполнять даже дуктографию, то есть она, может быть, будет более информативна. В данном случае здесь лактационный мастит ставился в течение восьми месяцев. То есть женщина лечилась лактостазом, у нее появлялись болевой синдром, то есть и уже после прекращения лактации она поняла, что лактостаз-то почему-то сохраняется. И здесь они уже пошли на обследование, и мы видим на фоне еще продолжающейся лактации, то есть такая неоднородная структура ткани молочной железы, здесь имеется достаточно крупный узел. Посмотрите, насколько он большой. Он занимает практически две трети молочной железы. Девочке 29 лет. То есть целый год она, можно сказать, меньше года кормила, и вот такое вот огромное образование она у себя вырастила. Потому что во время лактации очень многие тогда раз забывают о том, что все-таки может встречаться рак, он может у молодых женщин быть, и проявляется он лактостазом. Отек на магниторезонансном графе виден прекрасно, и мы всегда можем его определить. Поэтому всегда выполняются программы с жироподавлением, чтобы выявить, где же располагается этот отек. И именно эту зону мы всегда ищем, и потом просматриваем более детально при выполнении динамического контрастирования. То есть отек, он такой первый показатель, что где-то есть какое-то неблагополучие. А он может быть как в ткани железы, как вдоль кожи, в ретромамарном пространстве, может быть, в колососковой области вдоль протоков. Он может быть где угодно. То есть диффузный отек ткани молочной железы, он проявляется, соответственно, повышением сигнала. Мы видим утолщенные кожи. Вот хорошо здесь видно на сагитальных, насколько утолщенно имеется отек кожи, как и стромы. То есть и за счет того, что она отечена. То есть это проявление нелактационного мастита. На этом фоне никаких узловых образований мы не определяем. Тогда, когда уже стадия переходит из острую, такую более инфильтративную, она переходит в ограниченную. То есть могут формироваться мелкие кисты, которые, по сути, являются абсцессами. То есть мы их можем называть сложными кистами. Эти кисты будут располагаться вдоль протоков. Они будут содержать неоднородное белковое геморрагическое содержимое. Если присмотреться, то мы здесь увидим, что вдоль протоков имеются такие вот участки пониженного сигнала. Это обычно связано с такой микрогеморрагией. Но то, что показано стрелочкой, это формирующийся абсцесс. Он имеет неправильную форму, еще без четко такого отграничения капсулы. Вот нелактационный мастит. Да, мы видим кистозные участки, которые располагаются преимущественно в премамарной клетчатке. Лучше они видны после контрастного усиления. На Т1 мы видим здесь и утолщение кожи, и кольцевиды, накапливающиеся множественные участки в ткани молочной железы. При этом это, наверное, единственный такой фактор, когда мы можем отдифференцировать лактационный мастит, не лактационный мастит, вернее, от наличия образований. Потому что образование также будет накапливать контрастные вещества, так же, как и прольферирующая воспалительная ткань. И только наличие кистозных участков, оно нам как бы такой значок, что, может быть, это воспалительный процесс. Ну, посмотрите, в данном случае здесь имеется большая зона накопления контрастного вещества. Единственное, что, как я показал на предыдущих данных, что они имеют такие с кистозными включениями. Но зона пролиферации, воспалительной пролиферации, она интенсивно накапливает контрастное вещество с признаками вымывания, что по всем параметрам МРТ мы должны поставить здесь категорию Байратс-5, что имеется объемное образование. Также мы видим достаточно крупные пораженные подмышечные лимфатические узлы, которые будут увеличиваться и при злокачественном процессе, и при воспалительном процессе. Ну, при оперативном вмешательстве здесь была выполнена секторальная резекция. Оказалось, что это в злокачественных клетках не было. Была найдена только лимфоцитарная выраженная инфильтрация. Как выглядит абсцесс на МРТ? То есть это, как уже показала Татьяна Анатольевна, доброкачественное образование. Выглядит как сложная киста с утолщенными стенками, которые накапливает контрастное вещество, и внутри может быть самое различное содержимое в зависимости от срока формирования этого абсцесса. Для абсцесса он может быть как холодный, так и горячий. Это, соответственно, связано именно с клиническими его проявлениями, потому что в данном случае здесь абсцесс не имел такой выраженной клинической симптоматики. То есть не было повышения температуры, покраснения. Получилось только такое вот кистозное крупное образование за соском. Практически накапливающее контрастное вещество незначительно вдоль внутренних перегородок и по периферии. Соответственно, мы должны это дифференцировать с чем? Стифузные формы рака молочной железы. Они все неблагоприятные. Это отёчно-инфильтративные, воспалительные, рожесоподобные, маститоподобные формы рака. Они могут встречаться как в молодом возрасте, так и в более старшем возрастной группе по типу маститоподобных. Часто их принимают за нелактационные маститы и подвергают лечению хирургическим вмешательством, и, соответственно, они вовремя не доходят до онкологов и лечение назначают позже. Рожеподобный рак. Что от нас хотят обычные онкологи, когда уже поставлена диагноз отёчно-инфильтративная форма, множественные микрокальцинаты, выявленные при рентгеновской маммографии, требуется более детально сказать, где находится более солидный узел, откуда взять биопсию. То есть, в основном, соотёчно-инфильтративные формы рака молочной железы ко мне направляются, чтобы мы посмотрели, где взять биопсию, чтобы определить иммуногистохимию данной опухоли и уже назначать более, скажем так, целенаправленное лечение. В данном случае здесь мы видим множественные узлы, которые находятся в ткани молочной железы. При рентгеновской маммографии все отёчно-инфильтративные формы рака молочной железы достаточно имеют плотную структуру, и здесь не всегда можно чётко увидеть, где же находится основной узел. Если есть возможность его увидеть при ультразыковом исследовании, понятно, что дальше магнитно-резонансная томография здесь не назначается. Если же не может сказать от традиционной методы, где находится основной узел, тогда направляют на МРТ, чтобы определить, откуда взять биопсию. То есть мы как бы называем фьюжн-биопсию, чтобы мы сориентировали от хирургов направление биопсии. Ну, в данном случае здесь отёк левой молочной железы, отёк кожи левой молочной железы, и рядом расположена фиброденома, которое контрастное вещество, как мы видим, не накапливает. А ткань молочной железы вся накопила контрастное вещество, и здесь имеются выраженные увеличенные подмышечные лимфатические узлы. Ну, это же та пациентка выполняла мама с синтеграфией, то есть злокачественное образование. Они накапливают контрастное вещество, к сожалению, воспалительный процесс, он также будет накапливать радиозатопы, и это не всегда является таким дифференциально-диагностическим критерием. Так же, как и изменение подмышечных лимфатических узлов. Здесь есть увеличение подмышечных и подключечных, и надключечных лимфатических узлов. Соответственно, нелактационный мастит, он может проявляться в самом любом возрасте, мы не имеем связи с лактацией. В данном случае здесь молодая женщина, с 2017 года множественное оперативное вмешательство по вскрытию гнойных воспалительных инфильтратов, только за этот год они трижды вскрывали абсцессы, и поэтому множественные рубцовые ткани с наличием свящевых ходов. При накоплении контрастного вещества мы видим, что они имеют неправильные формы, лучистые контуры, что совершенно никак их не дифференцировать от злокачественных образований. То есть мы не можем сказать. Только клиника здесь показывает, что здесь есть воспалительный процесс, но что находится внутри, то есть что является провоцирующим фактором, то есть здесь может быть наличие рака. То есть мы ставили категорию Байратс-4. Если посмотреть на ми-преконструкцию, то мы видим множественные инфильтраты как в ткани, как в правой, так и в левой молочной железе. При консультации с мамологами женщине было предложено, так как она уже с 2017 года с хроническим процессом воспалительным, то ей было предложено выполнение двусторонней подкожной мастактомии с одномоментной мамопластикой. Может быть воспалительный процесс вызываться после травмы за счет жирового некроза, то есть причем они могут после любого оперативного вмешательства, после липофилинга, липосакции, после лучевой терапии. Они также могут провоцировать воспалительный процесс и приводить к проявлению нелактационных мастит. Такие вот множественные очаги, в основном располагающиеся в клетчатке, с выраженными признаками воспаления. После редукционной мамопластики выраженные участки жирового некроза, которые также могут воспаляться, причем достаточно протяженным после операции времени, до двух-трех лет. Ну, здесь вот молодая женщина после проведения липофилинга, здесь мы видим аугансионный мамопластик, и в околососковой области имеется неправильной формы сложная киста с участками жирового некроза и воспалительным вокруг. Жалобы были на выделение из сосков. Тоже после аугансионного мамопластики воспалительный процесс формирования сложной многокамерной кисты. Оставленное инородное тело после секторальной резекции. Мы видим здесь, что имеется накопление контрастного вещества кальцевидной формы и белковое содержимое, кто имеет повышенный сигнал на Т1 в внешних соображениях. Это оставленные нитки после оперативного учреждения, которые вызывали такой хронический воспалительный процесс. После секторальной резекции длительное время сохраняется отек ткани молочной железы и содержимое в области послеоперационного рубца. Повторная секторальная резекция и у нее уже заживляющий такой шов, но мы видим множественные участки жирового некроза по ходу шва и сохраняющийся отек кожи. Видите, насколько она утолщена. После различных реконструктивных мамопластических операций может быть возникновение стером, которые осложняются воспалением и длительно сохраняется диффузный отек. Причем он может сохраняться как на фоне нагрушения лимфо-дренажной функции, так и присоединения воспалительных изменений. Так вот выглядит эта пациентка после реконструктивного мамопластика. Мы видим в нижних квадрантах такую серому с признаками воспаления, которая имеет такую тенденцию к ограничению. Воспалительный очаг вдоль капсулы, распространяющийся на ткань железы, то есть это такой локальный мастит. И хотел бы показать, ну это вот дальше после гелевого мамопластики, также могут быть проявления капсулита, который также дифференцируется с маститами. В данном случае здесь после секторальной резекции осталось такое появление воспалительного гранулема, которое накапливало контрастное вещество при магнит-резонансной томографии, накапливало радиофармпрепараты при проведении мамосцентеграфии. То есть по всем показаниям это был рецидив в зоне операции. Ну сделали повторную секторальную резекцию, оказалось, что это организовывающаяся гематома с наличием пролиферирующей фиброзно-грануляционной ткани, то есть диффузное хроническое воспаление. И хотел бы быстренько показать клиническое наблюдение, когда к нам пришла пациентка с жалобами на пальпируемое образование, на отличие кровянистых выделений из соска. Также потом при подробном расспросе мы обращали внимание на то, что у нее имеется покраснение кожи и такая как бы гненечковость именно односторонняя вдоль внутренней и наружной поверхности молочной железы. Это образование имело неправильную округлую форму, накапливало контрастное вещество, но имело такие признаки вымывания очень относительные. По всем показателям про МРТ была поставлена категория Байрат-4 и пациентка была направлена на гистологическую верификацию. Ей сделали гистологическое исследование, оказалось, что это процесс хронического воспаления. Пролечили антибиотиками и через 4 месяца после, когда она пришла к нам на контроль, мы видим, что инфильтрат уменьшился. Сохранились только гиперплазированные лимфатические узлы в подмышечной области, и это образование, мы видим, что оно уменьшилось в размерах. Также она сказала, что выделения соска нет, покраснений кожи не было. Ну и по категории мы уже выяснили, что это воспаление мастит, категория Байрат-2. Таким образом, магнит-резонансная томография позволяет проводить дифференциальную диагностику, позволяет исключить при воспалительных процессах, на каком есть или нет злокачественный процесс, потому что отек ткани железы, клетчатки, кожи, то есть это может быть, они могут маскировать злокачественное образование, и, соответственно, магнит-резонансная томография позволяет исключить эти злокачественные образования. К сожалению, воспалительные пролиферативные процессы не имеют таких специфических признаков к накоплению контрастного вещества, поэтому дифференцировать воспалительный инфильтрат и рак молочной железы практически невозможно. То есть здесь только время, и, скажем так, если есть возможность посмотреть через месяц после противовоспалительной терапии, то может быть будет какой-то сдвиг. Ну и ложно-отрицательное накопление контрастного вещества при воспалительных инфильтратах, кистозный компонент при маститом, солидном раке, дилатации содержимого протоков – это то, на что надо обращать внимание, чтобы провести дифференциальную диагностику. Я считаю по правилам онколога, что при наличии воспалительных изменений сначала необходимо назначать противовоспалительную терапию, а только потом проводить все методы лучевой диагностики. Не сразу бросаться, если давайте посмотрим. То есть мы на фоне воспаления отека можем пропускать. Поэтому пускай сначала пройдет курс противовоспалительной терапии, а потом уже проводить все наши диагностические мероприятия – и ультразвуковое, и возможности рентгеновской маммографии, и МРТ. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.